здравствуйте вы на канале сад без секретов меня зовут светлана налетова в сегодняшнем видео преподаватель курсов для садоводов светлана иосифовна мартынова научит вас правильно выбирать розы практически в каждом саду растет ну хотя бы один кустик этой красавицы но правильно выбрать саженец магазине умеют далеко не все сегодня светлана иосифовна поделится с вами своими подсказками научит вас как правильно выбрать саженец как его сохранить до весенней высадки и расскажет вам о тех группах роз которые сейчас имеются в продаже добрый день город уже не в один магазин в разные торговые точки стали поступать розы в этом году мы не знаем как перезимуют наши розы потому что на урале очень большой снежный покров это хорошо защищает от морозов но это не очень хорошо весной когда снег медленно тает водой напитывается почва и под укрытиями если вовремя край укрытия не приподнять и слегка не проветрить розы то они могут просто подопреть я бы хотела обратить ваше внимание на моду вот сейчас новые английские розы имеют все вот такой чудесный вид цветка посмотрите какая форма срединочка заворачивается буквально восьмеркой это староанглийский тип роз это родоначальники такие розы были выведены выбраны еще до того времени пока не появились всем нам известные и любимые чайно гибридные розы эти розы с таким типом цветения они дольше чем чайно гибридные сохраняют свой вид то есть если чайно гибридная будет свести один цветок неделю от распускания до опавших лепестков то здесь конечно стойкость цветка гораздо выше гораздо длиннее есть такое поверье что английские розы укрывать не надо это неправда на урале розы укрывать нужно все по одной простой причине что эти розы у нас просто не выведены на урале значит они не местные значит зимовать без укрытия они практически не могут следующее чтобы я хотела обратить ваше внимание это на мои любимые почвопокровные посмотрите пожалуйста какая красота тип цветка разный очень интересные вы считаете что почвопокровные это те которые стелятся по земле да очень много сортов которые действительно стелятся по земле но роза которая имеет раскидистые ветки и торчащую вверх средину на высоте до 25 30 сантиметров тоже относится к почвопокровным прежде чем покупать почвопокровную розу я бы хотела обратить ваше внимание все дело в том что почвопокровные розы мне нравится из-за того что они длительно цветут то есть они очень долго цветут у них не по одному не по два и не по пять даже на веточки соцветий у них бывают огромные кисти огромные грозди и когда вот под такой тяжестью ветки распадаются и начинают расстелаться вот здесь начинается у садовода проблема какая если вы не подготовили достаточно тщательно место под посадку плетистой розы вы намочитесь сорняками а все почвопокровные розы очень колючие колючки вам не мешают при обработке в том случае если вы заранее приготовите участок под такую розу убрав перекопав перетряхнув очистив полностью от сорняков розы такие укрываются очень просто коротко их никто не обрезает потому что практически все они цветут и на побегах первого года и на побегах 2 года поэтому эти розы цветут всегда очень обидно при покупке нужно обратить внимание вот смотрите вот этот сорт имеет чудесные толстые хорошо сформированные веточки вот на них видно под обособились но не распустились почки это один сорт а вот давайте возьмем другой сорт посмотрите веточки тоненькие тоненькие и при покупке вы можете просто-напросто не не взять эту розу из-за того что очень тонкие ветки это признак сорта они признак плохого товара вот даже на такой вот посмотрите практически чуть толще спички веточки находятся раз два три почки которые уже показали что они живы они не подопревшие а что еще нужно знать нужно знать что вот такую розу такую розу дома держать в тепле нежелательно ее нужно сразу вынуть завернуть верхнюю часть зеленую пакетом желательно непрозрачным и убрать в холодильник замечательно если есть гараж в котором чудесный подвал то нужно унести сразу же в подвал у меня такие розы уже заложены в коробку и лежат уже четыре штуки в подвале до того момента пока я их буду высаживать они будут там жить и чувствовать себя совершенно спокойно но если у вас получилось что вы где-то нашли розы уже вот с такими проснувшимися почками я не советую такую розу закладывать в хранилище почему потому что вот это все будет скользкая это все сопреет и будут ли еще там дополнительные проснуться почки никто не знает я видела в интернете такую вещь что одна из на мой взгляд опытнейших садоводок предлагает вот это выламывать а где гарантия что там есть рядом спящая почка мы с вами это делать не будем мы просто возьмем вот такую емкость на худой конец обрежем трех или пятилитровую пэт бутылку из-под воды в пэт бутылках нужно сделать большое количество отверстий потому что здесь видите дренажное отверстие очень большие застои воды не будет значит на дно вот такой емкости такой высоты емкости 3 сантиметра нужно насыпать обязательно дренажа желательно конечно крупного потом смешать любую какая у вас есть почва желательно конечно еще раз говорю желательно хорошо бы эту почву смешать с вермикулитом чтобы почва была и влада влагаемкая и воздухопроницаемая и высадить вот это растение высадить в этот контейнер какие допускаются ошибки вот внутри вот этого зеленого пакета вы сейчас увидите я постараюсь вам показать видите находится бумага эта бумага позволяет кому не рассыпаться то есть это оболочка эту оболочку эту бумагу нужно убрать корешки нужно расправить растрясти посмотреть поломанные темные которые вам не понравились вы со спокойной совестью их обрезаете идеальный вариант поставить на несколько часов часа хотя бы натрия фитоспорин не снимая прям вот я имею ввиду не сильно обтряхивая даже вот не отмывая с корней торф в котором находится эти розы поставить они фитоспорине все отвалится будет чистейший материал и только после этого обеззараживания стимуляции можно посадить вот такой горшок глубина посадки практически здесь роли не играет заглубите вы при место прививки или у с места прививки останется на поверхности разницы нет главное чтобы была закрыта корневая шейка чтобы не было иссушения корней и я всегда сверху надеваю полиэтиленовый пакет скажу почему дома сухо дома жарко вы стронули с места вы травмировали корневую систему а не то чтобы ее поломали нет вы просто вытащили ее из привычной среды и для того чтобы вот эти расточки у вас за первые 5-7 дней нахождения вот в этом посадочном горшке не завяли вам конечно сверху нужно надеть полиэтиленовый пакет края полиэтиленового пакета вы никогда не завязывайте желательно поставить какие-то две шпажки чтобы этот пакет висел над вашей розой таким образом ваша роза будет в своеобразном комфорте и быстро быстро пойдет в рост конечно если есть возможность эту розу поставить в прохладное место то как только она приживется чтобы она не устремилась быстро в рост лучше конечно ее поддержать в достаточно прохладном месте вот так розы можно сохранять до высадки если роза которая сейчас у меня находится в гараже в коробке я должна буду как можно быстрее посадить в почву потому что долго хранится они там тоже ним не должны то вот в таких контейнерах можно даже высаживать из таких контейнер в средине лета когда вы сможете когда вам будет удобно когда у вас где-то место освободиться поэтому не бойтесь это все очень просто нужно главное подобрать почву дренаж емкость какой-то и не дать в квартире при сухом воздухе засохнуть маленький вот этим молодым росточком я бы хотела показать вам розы чайно-гибридные мое внимание привлекают сейчас розы вот такого чудесного оттенка ну их называют условно голубые на самом деле они конечно не голубые но в сумерках оттенок будет вот такой если вы посадите эту розу на яркое солнце у вас окрас такой не будет он уйдет в более розовый оттенок поэтому вы можете подумать что у вас пересортится на самом деле нет эти розы утром и вечером будут иметь голубой оттенок а днем они все-таки будут ближе к розовым это вы тоже должны знать ну и я бы хотела еще поговорить с вами о плетистых розах вот плетистые розы здесь всевозможные вот есть со староанглийским типом цветка есть вообще практически как шиповники вот это тоже сейчас очень модно есть старые сорта проверенные есть абсолютные новинки я хочу сказать вот об этой розы это роза симпатии кто видел передачи снятые на моем участке то у меня роза симпатии живет уже почти 30 лет она у меня просто черенкованная не даже не привитая корни собственная и я хочу сказать роза большая цветет один раз но цветет очень обильно очень продолжительно и из всех плетистых роз какие были у меня есть сейчас на участке она самая неприхотливая у нее х всегда хорошие вот такие толстые жирненькие веточки посмотрите вот у нее и почка то посмотрите какая вот из этой почки выйдет побег в этом году плетистые розы могут не зацвести и это будет правильно потому что вот например симпатии она цветет на побегах прошлого года то есть в этом году роза выбросит побеги в эти побеги сохраняйте а на следующий год на этих побегах будут большие большие вот здесь на прямо снята вот как как на моем участке видите какие огромные кисти с крупными красивыми цветами поэтому покупая плетистую розу не надейтесь что в первый год она даст вам огромное количество цветов у плетистых роз практически у всех цветы на побегах прошлого года очень интересны розы на штамбе они всегда очень хорошо смотрятся есть даже экземпляры где на одном штамбе прививают несколько сортов ну вот давайте посмотрим как это выглядит вот это штамп на котором привита культурная часть то есть вот эта культурная роза а это просто подобрано растение которое будет являться основа этого куста я хочу обратить ваше внимание вот здесь посмотрите видите вот здесь ослеплены почки но они проглядывают уже молодые вот новые так устроена роза поэтому для того чтобы у вас была красивая штамбовая роза вы должны следить за вот этими почками и своевременно как только почка проснется ее нужно удалять выщипывать вот это будет шапка она развяжется она расправится и будет такой красивый шар красивых очень роз веточки у штамбовых роз всегда тоненький но обратите внимание сколько почек между узле очень короткие вот есть даже по пол сантиметра и на самых тоненьких на на концах вот здесь абсолютно живые уже готовые проснуться почки такую розу лучше высаживать в контейнер с возрастом она будет расти укрыть ее будет сложновато если вы будете ее выращивать в контейнере то вы можете ее на зиму занести в более теплое помещение в тот же подвал на тот же теплый балкон ну не очень теплый но там где температура плюсовая и так можете ее сохранять она красота этих роз на штамбах она все трудозатраты ваши покроет обратите внимание и я думаю вам это понравится надеемся эти рекомендации вам пригодятся удачи а